Какой ваш прогноз после кипрских событий, вот всего того, что дальше происходит у нас? Ты имеешь ввиду что? Прогноз политический? Что будет? Элиты что будут делать? С друзьями Путина, которых поймали в кипрском обшоре? Ну, например. Ответ, с ними ничего не будет, они станут чуть-чуть беднее, но Путин их в беде не бросит, он им даст заработать еще. Вот, он же вначале очень ретиво и резво начал кричать, что это грабеж и что отдайте наши деньги. Потом Медведев раскрыл их тайну, сказал, что кипрские власти действуют в режиме грабь награбленная, то есть признал, что то, что на Кипре хранится, награбленное. Потом они же объявили, что государственные учреждения и компании хранят там деньги. Это вообще, они очень много с чего рассказали. А потом он затих. Путин затих. Я думаю, что когда министр финансов Кипр приезжал к нам в Москву, то главный разговор был не о том, как спасти русские честные деньги, а главный вопрос был о том, как спасти путинских дружков. И по всей видимости, по этому поводу была договоренность, потому что после того, как они приняли ужасное такое решение об эксплуатации вкладов, Путин промолчал. Видимо, его вклады они спасли, и поэтому на остальных ему наплевать, как известно. Теперь, что, кстати, перспектив. Я думаю, что вот это вот решение закрыть счета чиновников за рубежом, собственность там вернуть или продать и так далее, и так далее, это для наивных людей решение. Очевидно, что приближенные к нему будут иметь индульгенцию. То есть они за свою лояльность и преданность получат право через каких-то подставных лет, бенефициаров, родственников, все счета, собственность и так далее там сохранить, без угрозы оказаться за решеткой. Что касается людей малолояльных, либо подозрительных, а у Путина круг подозрительных каждый день растет, как мы знаем, да, судя по тому, что он сообщил, что у нас НКО миллиард долларов за 4 месяца получает. Так что круг подозрительных растет, я думаю, что над ними будет висеть угроза. То есть на самом деле речь идет не о национализации элиты, а речь идет о, я бы сказал, создании такой более плотной, преданной, купленной Путиным команде, которая будет бороться за свои привилегии и дальше. Борис, вопрос по поводу репрессии. Они будут нарастать? Навального посадят? Ну, во-первых, я очень не хочу, чтобы Навального сажали. Я считаю, что, ну, это уже совсем уже за гранью. Человек, который всерьез борется с коррупцией, оказался теперь главным врагом режима. С одной стороны, это понятно, потому что режим это клептократия, это воры, и все то, что посягает на их власть, на власть воров, они воспринимают как национальную трагедию и угрозу. Так что мне их, в общем, причина вот такой агрессии в отношении Навального понятна. Они его боятся. С одной стороны, они публикуют там какие-то низкие его рейтинги, один рейтинги высокие и так далее, а с другой стороны, чьют ему абсолютно, ну, такие безумные дела, типа там украл Кировский рейс, ограбил почту и, главное, своровал мою родную партию Союз правых сил. Вот, что я ему никогда не прощу. Вот, да, вот вступились за партию, которая уже закрылась в 2008 году, если мне память не изменяет, через 5 лет вступились, вот решили, видимо, найти там какие-то, ну, то есть все это безумие, конечно, да. А почему он именно сейчас? Что касается репрессий, то это логика режима. Он хочет править вечно и безумно боится, что его кто-нибудь выкинет. Поэтому все острие и вся ненависть всей машины его, вот этой убогой, такой силовой, да, направлена на борьбу с инакомыслящими. А внутри элиты раскол уже возник, там напряжение чувствуется, какая-то усталость материала? То, что они его все презирают и считают жуликом, у меня сомнений нет. И, кстати, им даже лучше знать, чем нам. То, что никакой идеи, никакой стратегии, никакого понимания, как будет развиваться страна, ни у кого из них нет, это тоже точно. То, что они боятся оказаться потом неудел и за бортом жизни России, это тоже очевидно. Но их останавливает страх. Они боятся. Они, вот я пример приведу. Я был в Иркутске на такой удивительной школе Кудрина. Меня вдруг неожиданно одного из лидеров оппозиции позвали выступить на школе Кудрина. Правда, предупредили, что ни слова о кровавом режиме. Я не сдержался, скажу честно, и говорил в основном об этом. В конце члены партии «Единая Россия», а также приближенные к губернатору Сибирскому и Иркутскому, тихо подходили ко мне, чтобы никто не видел, пожимали руки, говорю, Боря, мы с тобой на 100% согласны. Я говорю, а вы не могли, когда была дискуссия, там была дискуссия, не могли вообще, кстати, сказать, ну вот Немцов, в принципе, все правильно говорит, больше мы с этим негодяем и ничего общего иметь не будем. Он говорит, Боря, мы боимся. Вот все говорят одно и то же. Как можно бояться? Он же маленький такой, несчастный. Они, знаешь, они боятся не физически Путина, они его не боятся. Они, по всей видимости, воспользовались моментом и делали что-то такое незаконное, и у них рыльца в пушку. Они боятся, что начнут ими заниматься, и они последуют средств за узниками Болотной, вслед за Навальным, за Ходорковским. Да, они просто боятся, они боятся, если бы они были честными, они бы не боялись, а так они боятся. Вот, собственно, и вся история. И вот на этом страхе он все и держит. Как побороть этот страх? Вот гражданам, обычным людям. Ведь дело в массе, на самом деле. Мне трудно давать советы. Я, честно говоря, сам не знаю, чего они боятся. Я не понимаю. Я считаю, что если бы сегодня пришло не 2000 человек сюда в защиту узников Болотной, а 200 тысяч, то он бы первый убежал к себе на Кипр и торчал бы там, или к своему дружку Берлускони на Сардинию. Не знаю. Я не понимаю. Мне кажется, это какая-то генетика. Мне кажется, что это какое-то, я не знаю, преувеличение возможностей жуликов этих всех. А может быть, это какой-то такой самообман, что есть что покушать, есть что посмотреть по телевизору? Есть очевидные совершенно вещи. Вещь такая, что из-за дорогой нефти материально жить стало лучше. Это правда. Но одновременно жизнь стала противней. Это тоже правда. Вот для нас с тобой вторая часть моей тирады, жизнь стала лучше, но противней, является доминирующей. Мы считаем, что жить стало противней, терпеть больше это уже нет сил. И мы не будем терпеть, мы будем бороться. Для очень многих людей точка стоит после слова «жить стало лучше». Эти как раз люди и составляют то инертное большинство, которое и, собственно, сохраняет этот режим. То есть режим держится на дорогой нефти, а дорогая нефть, в свою очередь, держится на печатном станке Федеральной резервной системы. Американцы вынуждены печатать триллион долларов в год. Все деньги вываливаются на сырьевой рынок и поддерживают высокую цену на нефть. Так что Путин должен молиться на Обаму, потому что Обама как раз человек, который вольно или невольно продлевает его тут жизнь в Кремле. Все зависит от граждан? 100% все зависит от граждан. И главное, ничего не бойтесь. Что бояться-то? Что он может сделать? Он нас боится, а не мы его. Субтитры создавал DimaTorzok